9 мая вся Украина, в том числе и Ильичевск, праздновала День Победы в Великой Отечественной войне. Традиционно в этот день в городе прошло праздничное шествие и торжественный митинг. Шествие, посвященное празднику Победы, началось с площади Стрибка. В нем приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, депутаты Горсовета, работники ильичевских предприятий, представители общественных организаций. По ходу движения к шествию присоединялись все желающие. Учащиеся школ встречали процессию праздничными плакатами и вручали ветеранам цветы. Восторг у зрителей вызвал парад ретроавтомобилей. Традиционно шествие закончилось у обелиска славы. Торжественный митинг, посвященный Победе в Великой Отечественной войне, провела секретарь Ильичевского горсовета Ольга Боровская. Городской голова Валерий Хмельюк выразил благодарность тем, кто в боях и в тылу делал все возможное, чтобы победить в Отечественной войне. Майор поделился с горожанами новостью. Я недавно обратился к президенту страны, к нашему главнокомандующему, с таким предложением. Что вот уходят воды, техника стареет. И нам захотелось, чтобы, скажем, вот на этой площади, где мы находимся, в сторону моря появились образцы техники военных времен. Это пушки, винометы и другие вещи, чтобы оставить в памяти наших людей о том, что была такая великая победа, ради которой воевал наш народ. Я хочу еще раз вас всех сердечно поздравить с праздником, пожелать всем добра, счастья, удачи и добрых дел. Ветеран Великой Отечественной Архип Чапурнюк поздравил участников войны и жителей города с праздником, пожелал здоровья, сил долгих лет жизни и прочитал поэтические строки. И часто-часто, словно сыну, сюда прибылничая-то мать, право которой под Берлином остался сын, грубо говоря, жаль. Она приходит, чтобы брать, могли несклонными цветами погибшему месте помолчать и тратить его омечь глазами. Она не знает, кто он местный. И чтобы сюда, издалека, одно дополненно известно от нашей родины полка. Он, как мы все за то же дело, шел на нога отстреленец, там, где всегда звезда оленя, там мог лежать любой из нас. На митинге выступил почетный гость координатор областного проекта «Народный бюджет» Михаил Яцков. Примите теплые сердечные поздравления от Дубината-Родецкой области, от Дубината-Родецкой области, от Дубината-Родецкой области, от Дубината-Диана, от меня лично. Днем Победы! Мы все помним и всех помним. Мы помним, что благодаря вашей жизни, вашему здоровью, сегодня мы находимся на этой площади. Над нами светит это голубое небо. Мы помним и тех, кто ковал победу, что вы врага. Мы помним и тех, кто восстанавливал страну после войны. Спасибо вам большое. Счастья вам, здоровья, успехов, новых побед. Ждем победы вас. Свой почет и уважение погибшим во время войны выразили и молодые Ильичовцевы вложив к пенки к обелиску славы. Без страшным защитникам Отечества, слава, слава, воинам, исполняшим свой долг перед Родиной, слава, слава, вашему боя за землю наших отцов, личная слава, 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 слава. Да, позади остался страшный час. Мы о войне узнали. Лишь из книжек. Спасибо вам. Мы очень любим вас. Поклон вам от девчонок и мальчишек. Минутой молчания горожане почтили память тех, кто отдал свои жизни в борьбе с фашистами. Завершился митинг возложением цветов к вечному огню. Субтитры создавал DimaTorzok